Здравствуйте ребята, вы смотрите Dying 382. Сегодня я снова играю с Empty на рандомчиках. Мне выпал Angmar. Я решил снова поиграть в нестандартную тактику, а именно тактику в призраков. Все будет зависеть только от того, кто мой противник, потому что, ну как видите, дальше по тиру выход в чуму, чума зайдет только против слабых фракций. Точнее, неправильно выразился, не слабых фракций, а фракции, у которых юниты имеют слабую броню. То есть гоблины, мордорцы, возможно лориенцы, если они не под своими деревьями будут стоять. Вот как-то так. В принципе против Гондора зайдет, но пока я дойду до третьего тира, у него герои уже должны быть прокачаны, у них будет лидерка на бронь, так что нет. Не то. Вообще не то. Брэнд Дивайн. Карта из четвертого и Дайна. Я не знаю, что я больше могу сказать еще. Я построю сейчас волков и побегу разведывать, за кого играет мой противник. Ну потому что, если я играю в призраков, то мне придется играть в блайт. Вот. Скилл по сути бесполезен, хотя бы экономику ему подосру. Хоть как-то. Но плюс можно еще получить обзор его зданий. То есть главное поставить на ту ферму, которая возле его казармы. Тогда я буду видеть, что он там строит, в кого выходит и так далее. То есть в принципе польза от этого скилла есть. Но беда в том, что нужно войсками подбежать, чтобы его заюзать. Вот это больше всего бесит. Вот. Так. Ну что ж. Старт у меня не очень хороший. Сносить я волчьи логов не стану, потому что это глупо. Оно мне пригодится. Просто сейчас оно для меня бесполезно. Как-то. Так. Давайте сначала сюда вот заедем. посмотрим, что он там крипит. Возможно, мне удастся украсть у него какой-нибудь крип. Изенгард. Эм. А я могу юзать это? Черт подери, мне не повезло. Что? Это ж не работает на здание Изенгарда. Вот дерьмища. А он не играет в лесопилки. Да. Из предыдущего матча я выяснил, что он не играет в лесопилки. Это самый худший противник для этой тактики. Который только может быть. Я просто в ужасе. Он забрал крип. Значит, у него либо скауты, либо дикари. Но я не вижу нигде дикарей. Либо я неправильно крип проверяю. Но где-то здесь должны были быть. У него нет дикарей. Очень странно. Ладно, давайте посмотрим. Пиздец какой-то, а. Вот как же так-то? Я хоть на свое могу. На свое могу. Прикиньте. На свое здание могу. Ну как? Как так? Давайте этот проверим. Да, скауты. Эть. Уходим, уходим, уходим. Я на феста Вангмар. Я могу привести к команды. О, рабочий. Вкусно. Жри. Еее. Отлично. Получилось. Давай, давай, жри, 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 жри. О, какой старт. Жирный. Все. Минус нули. Не думаю, что мне всадников много понадобится сюда. Хотя, вот если теперь на это посмотреть, то мне все же много понадобится, потому что там два отряда скаутов. Одним я их не сдавлю, к сожалению. Ой, там три отряда. Ладно, я перейду. Забираем сигналку. Крепим дальше. Грейдим сразу Карша. Ну да. Не повезло, конечно, с расой противника. Не потому, что тактика не зайдет, а просто потому, что эта тактика против Физна не нужна. Да. Даже не знаю. Ну ладно. Мне кажется, мы уже выиграли. Если учесть, сколько он ресурсов потерял. Когда я ему два здания снес и рабочего. Плюс сейчас практически полторы тысячи. Эти скауты. Вряд ли он сможет оправиться. Он должен сейчас отбиваться. Очень большой промежуток времени, так сказать. Только после этого он сможет вернуться в матч и попытаться его выиграть. Ну ладно. Я ради науки я не стану его давить. Я дам ему возможность развиться. Потому что хули. Я же сказал, буду в тактику играть. И получается. Фигней страдаю. Блин. Варк мне сожрал один отряд. Так. Будем прокачивать Халдара. Всегда нужен план Б. Потому что если я переборщу, то я слишком сильно буду выебываться. И он все же сможет раскачаться. Мне надо будет как-то ему ответить. Вот. Поэтому мы сейчас Халдарчика. Подкачаем. Короче, смысл этой тактики в том, чтобы отбиваться. То есть призраками вы ничего не сможете сделать, кроме как отбивать атаки противника. Но отбивать они будут очень эффективно. По причине того, что без хороших лучников или же героев призраков практически не убить. И я имею ввиду не одного там призрака, а именно армию из призраков. Но так как они очень медленные, то нормально атаковать кого-то. Вы ими не сможете. И вся фишка заключается в том, чтобы докачаться до этого призыва. С помощью крипты засаживайся. Высадить еще больше. И какую-то точку удерживать. Вот каков мой план. Сейчас мы Халдара подкачаем. Так, это он не захватил. Это хорошо. Надо контролировать эти здания. Чтобы призывать призраков почаще. Почаще. Дальше. Наверное я выйду в драуглина. Опять же. Ну и все. Здесь подкопили еще волк. И экономики. Так. И у меня второй. И слил в... А, вот он. Вернулся. Отлично. Всадники восстановили свою численность. Получается, мы еще двух можем построить. Нет, давайте мы идем сюда сначала. Тролля на десерт оставим. Окей. Мелкие фермы. Втыкнем здесь. Так, вот этих не надо терять. Опыт. если добьем халдара до 5 уровня то в принципе можно не бояться его лурца и соответственно ладно быстро заберем сейчас крип он правильно мыслит он выходит сразу же в руках и копит армию надо бы еще что-то мне придумать какой-то план вот это вот или же не 4 должен быть да хотя бы 4 к забрали это еще не меня нет лучников так что я в этой ситуации в меньшинстве я могу притащить что меня есть каш блин они все его фокусе бедного волчонка так застопорим сейчас ему скаутов так замечательно живем живем дальше колдунов да он всеми силами фокусе у них героев практически смог их убить что очень печально но волки должны разобраться сейчас с его остатками у меня практически есть есть уже не практически у меня есть призыв призраков и раз уж не получилось так раскачаться то я еще и выйду в героя колдунов взором нет 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 уходим 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 он не до контролирует чуточку это дает мне возможность убить ему лурца есть отлично да ладно он уходит что ли нет волки должны его до грейс да получилось мы можем блин драуглин слит ничего страшного мы вот так вот сделаем почему я не могу ладно никаких проблем а вот почему я не могу ничего сделать так Ох, как хорошо я его призвал Просто офигенно Ставим здесь еще одну Крипту Ну ближе, ближе, бро, ближе Так, вот так вот Дабы они сбежать не могли Призраков он там не убьет Я уверен в этом Так, ливен щел, соул сакрифайз Соул сакрифайз, чтобы было еще больше призраков Что? Кто это так дамажит? Карша терять не охота Потому что он очков ему даст Огромное количество А, там где-то лурц Там где-то лурц Пытается мне карша убить И моего героя тоже Вижу Я могу драудином его убить Конечно, при помощи скилла Но, тем не менее Так, получилось Дальше Рабочего убили Вот это, конечно, чревато Стреляет по нему Ну да ладно Ах, вот он Что придумал Понятненько Высаживаем подкрепы Так, это все мои призраки Так, нужно уйти Чтобы его не убили Давай Еще призраков Так, Карш Погиб Ну, не погиб А, надо бы понять Десятый уровень О, да Детка Начинается скилл Бивашка Так Этих отправим сюда Он бесит Он нереально бесит Корпс Рейн Короля Чирогея Ну, они, в принципе Еще и здание Коцают Терпимо Так Это сюда Это сюда Этого тоже Найки сюда так замечательно ну давайте что ли чуму я промазал походу да я промазал а вот а а а а а Снесем ему эти отряды. Ай, чуть-чуть я промазал их. Совсем чуточку. Так, король качается, это хорошо. Если король доволен, то и я доволен. О-о-о-о, фейл. Так, ну, этот не смесен. Так, карша мы снова вызовем. Вышки, вышки меня бесит. Так, тут нужны осадные. Походу пойдем пробивать левый фланг. Так, здесь у нас вроде как бы все нормально. Так-то я не совсем уверен, но вроде бы все нормально. Драуглина бы тоже воскресить экономики. Он мне очень много сносил. Я не думаю, что этого достаточно. Появилась идея, могу ли я вот так вот сделать. Кстати, карш может. О, да, карш тоже может. Переходить... А-а-а, вот они не могут. Плохо. О, да. О-о, вот это. Ну, на стороне. О-о, пройтись. Можно уже получить рагмарку и нестили. Я не хочу, чтобы перевозите рагмарку. Сарайтесь готовы к строю. Я произведу тебя. Рагмарка переносла. Рагмарка, о, я хочу начать. О-о, мое. Поехали. Блин, а призраки-то не очень хороши. Беги-беги-беги-беги-беги, бро. Давай ещё что-то. Стой, я же не на здание нажал, надеюсь. А, нет, живу я. Просто хочу... Вот так вот попробовать. Так. Здесь живём. Дальше. Здесь тоже живём. Холдуны мне нафиг здесь не нужны. Но я не знаю, зачем я их туда притащил. Так, так вот, так вот, что я хотел сделать. Заюзалась, не заюзалась, я вообще не понимаю. Гульзар. 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 Ну давайте попробуем, как он там их быстро регенерирует. Сейчас заценим. Гульзар. 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 Гульзars. Гульзар. но бро давай в другую сторону покажи мне пользу от этой штуки потому что я ее не вижу не я не вижу пользы от этого скилла лучше бтра у глина в оборотня превратил уж тогда но он да он быстро регенерирует но тем не менее ему-то по-прежнему нужно стоп я не могу превращать ему-то по-прежнему нужно выходить из боя и ждать включение регенерации это не то что нужно слишком слабо слишком о кстати я могу воспользоваться этим скиллом впервые в этом матче ну чтож давайте мы еще одну поставим вышечку там на всякий случай потому что я не спешу за осаду в этом автокаст поставить типа защищать осадные свои там все готово вот как я вижу их я вижу готовится западло не могу позволить чтобы оно прошло хотя это конечно не очень-то из-за подло но мало ли может он где-то успел за нычковать ну и почему он не стреляет объясните мне а все отлично эмпти сдается вот такой вот матч всем спасибо за внимание вот это должно вам понравиться это было весьма интересно всем пока